Здравствуйте. Семена тыквы с мёдом – это средство с успехом, используется для профилактики и лечения простатита в народной медицине. Экспериментально доказано, что это одно из лучших средств профилактики проблем с деградацией простаты у мужчин. В первой части ролика – сообщение людей о своём опыте использования семечек тыквы. Во второй части – вопросы о применении рецепта или о том, что непонятно человеку. Первый отзыв по порядку. Полтора года назад перенёс инсульт, парализовала правую сторону. Очень медленно прихожу в себя, как мне кажется. Полностью изменил образ жизни, питание. Стал вегетарианцем. Сейчас не ем мясо, рыбы, яиц, хлеба, сахара. Короче, проще перечислить, что ем, чем перечислять то, от чего отказался. Тяжелее всего было отказаться от сладкого. Здесь мне помог хромактивный. Пищевая добавка, к тому же недорогая. И ни о чём не жалею. Когда стал кушать тыкву и тыквенные семечки, почувствовал впервые за полтора года болезни, что по утрам особенно, и не только, он стал, грубо говоря, мягко выражаясь, вставать. А я бы уже подумал, что всё давно уже позади. Комментарий. Обратите внимание. Человек, находясь в очень сложной ситуации со здоровьем, не пал духом. Вместо этого он признал, что именно прежний образ жизни привёл его к этой черте. И поскольку он был ещё живым человеком, он стал предпринимать шаги к возврату в активное физическое состояние. Человек полностью изменил образ жизни и образ питания. И болезнь отступила. Моё мнение. При любой проблеме со здоровьем важно в первую очередь опираться на своё желание выйти из болезни. Помощь обязательно придёт. Может быть, не в мгновение ока, но возможности любого организма колоссальны. Надо дать возможность этой силе проявиться. Тыквенные семечки. Это возможность плавно ввести в свой питательный рацион вещества, которые будут способствовать восстановлению и сохранению мужского здоровья. Другой отзыв. Мне 51 год. Я делал шарики из грецких орехов, тыквенных семечек, кышью, кедровые орешки с мёдом. Грамм по 100-150 каждый шарик. Ел неделю. Мадам в восторге. Комментарий. Добавление орехов, особенно грецких, способствует повышению потенции. Это хорошо известный факт. На этом канале есть видео, которое называется «Супер еда для мужчин». И в описании этого видео приведена ссылка на этот ролик. В этом рецепте дополнительно используется масло тыквенных семечек и масло грецкого ореха. А это сильно увеличивает эффективность приготовленного кушания. Внизу под этим видео в описании есть ссылка. Ещё один отзыв. Точнее, отрывок из отзыва. Мне 56 лет. И мне помогли тыквенные семечки. Утром мой завтрак состоял из 20-30 штук тыквенных семечек и грамм стойки шмишку рога и грецких орехов. И чуть погодя стакан настойки от простатита. Утром делаю упражнения кегеля и другие упражнения от простаты. И боль прошла при муче спускании. И всё зашевелилось. Комментарий. Такое редко бывает, но вот человек самостоятельно нашёл наиболее верный способ восстановления. Избавление от заболевания. Здесь важно несколько моментов. Первый момент. Обязательно ежедневно давать физическую нагрузку на мышцы, которая больна. И человек это делает при помощи упражнения на мышцы кегеля. На этом канале есть другой вариант воздействия. И ниже в описании этого видео дана ссылка на видео точки акупунктуры при простатите. Второй важный момент. Надо обеспечить организм для восстановления больной мышцы необходимыми веществами. То есть внести изменения, дополнения в питание. И человек это делает, употребляя семена тыквы и грецкий орех. На этом канале есть три видео с рецептами. Ниже в описании. Ниже в описании должны ссылки на них. Первое. Урбечий семечек тыквы. Второе. Супереда для мужчин. Третье. Корень топинамбура употребления. И ещё один важный момент при избавлении от простатита. Это подавить всю гнилостную базу микробов, которые паразитируют на больной мышце. И человек это делает, употребляя настойку против простатита. На этом канале также приведены рецепты настоев и отваров. Ниже под экраном просмотра, в описании этого видео, приведены ссылки на рецепты настоев и отваров. Это отвар ромашки, календолы настой, димексид при простатите. Я привёл вот лишь несколько отзывов об опыте применения. Больше вы можете посмотреть, например, в комментариях под видео «Семечки тыквы с мёдом. Польза при простатите». Ссылка на это видео сейчас наверху, и ссылка есть в описании этого видео. В следующей части несколько вопросов о приготовлении и употреблении. Вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, магазинные семена тыквенные можно использовать в целях получения результата? Ответ. Если у меня нет семян из тыкв, которые я сам выращиваю, то я покупаю на базаре. Важно купить неочищенные. Очищенные семена, если они долго хранились, теряют часть телебных свойств. Вопрос. А можно просто покупать неочищенные семена тыквы, чистить их самому и заедать всё ложкой мёда? Ответ. Можно. И если у вас есть на это время, то никаких препятствий нет. На день нужно 60-77 тыквы. Этого количества достаточно, чтобы создать в организме достаточный уровень целительных компонентов. И делать это надо ежедневно. Это как огород поливать. Если делать это постоянно, то урожай будет хороший. Если нет, то всё захеряет, засохнет. Ещё вопрос. А семечки вы моете и просушиваете или прямо в кофемолку? Не думаю, что они достаточно чистые после покупки. Ответ. Я на огороде выращиваю тыкву. Сам сушу семечки. И стараюсь не пачкать их. Но в этом году лето было странное и тыква не уродилась. Покупаю на базаре семечки. И сразу промываю их в воде и сушу. Весь объём. Это сутки занимает. Потом складываю в банку или мешочек тряпочный. И использую. Оттуда сразу в кофемолку и отделяю шелуху от семян. Есть комментарии, что семечки не моют. Но они считают, что если у человека кислотность желудка нормальная, то 2-3 чайные ложки порошка семечек молотых перед едой опасность не представят. С соляной кислотой желудка все болезнетворные бактерии будут уничтожены. Но все люди разные. Вопрос по поводу отделения кожуры от зерен. Немножко не понял. Как у вас получилось, что зерна размололись, а кожура осталась комочками? Почему кожура тоже не размололась муку? Или надо придерживаться определённой времени при размоле? Просто боюсь, что у меня вся масса станет мукой. И как потом отделить зерно от кожуры? Да, вы правы. И в видео я говорю об этом. Время размола около 20 секунд. Вы можете попробовать один раз. Для этого надо взять неполную чашку семечек и размолоть. Вы увидите, что это действительно так. Семечки отделяются от кожуры. Если вы боитесь, то ещё раз рекомендую. Возьмите только чашку семечек. Не весь объём. Сразу, а только чашку. Вы увидите, что боялись зря. Пишите о вашем опыте. И, пожалуйста, ещё раз посмотрите видео. Там я проговариваю все необходимые детали. Кстати, в этом и в других видео есть субтитры. И на разных языках. Если что-то невнятно сказано, то в субтитрах слова пишутся чётко. Вопрос. Сколько дней нужно питаться, чтобы избавиться от простатита? Ответ. Всё зависит от стадии, в которой находятся мышцы простаты. От запущенности процесса. По отзывам, это занимает от 4 недель до нескольких месяцев. Обратите внимание, при избавлении от простатита, результат достигается быстрее всего при использовании трёх элементов. Первое. Обязательно регулярно давать физическую нагрузку на мышцы, которая больна. Второе. Обеспечить организм для восстановления больной мышцы необходимыми элементами. Третье. Подавить всю гнилостную базу микробов, которые паразитируют на больной мышце. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Или к видео Семечки тыквы с мёдом в пользу при простатите. Ссылка на это видео Приведена ниже В описании этого видео. Здоровья вам!